Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза провел традиционную большую пресс-конференцию. Представители региональных, окружных и федеральных СМИ задали самые актуальные вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности республики. Это и судьба драм-театра, реализация планов по проведению года медицины, ликвидация аварийного жилья к столетию Карачаева-Черкесии и не только. Пресс-конференция продолжалась полтора часа. За это время было задано около 50 вопросов. Альбина Ламкова с подробностями. Большой открытый диалог начался с приветственного слова главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Он выразил готовность ответить на все вопросы. Отметил работу журналистов в непростой период пандемии. И сегодня, соблюдая все меры безопасности, журналистов рассадили в шахматном порядке. Первый вопрос, заданный главе региона Светланы Казиевой, касался сферы здравоохранения. И не случайно в республике этот год объявлен годом медицины. Скажите, пожалуйста, кроме борьбы с пандемией, какие будут проводиться мероприятия по профилактике и лечению других заболеваний? И что в целом ждет Карачаева-Черкесию в сфере здравоохранения? Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал старт новому этапу модернизации первичного звена здравоохранения в нашей стране. В том числе и мы достаточно плотно включились в эту работу. Во время пандемии мы не прекращали строить фельдшко-акушерские пункты, ремонтировать районы участковые больницы, строить новые объекты, уделять внимание модернизации здравоохранения, обеспечению материально-технической базы, конечно, кадры. Эта работа проводилась и проводится. В 2021 году мы планируем реконструировать и отремонтировать врачебные амбулатории в Ауле Арсакон, в Бавулка и приступить к капитальному ремонту Малокарачаевской центральной районной больницы. Также будет закупаться современное оборудование автомобилей. Уже в этом году поступили 12 единиц транспорта. Заработает и санавиация. И в случае острой необходимости она позволит ускорить оказание медицинской помощи. Также будут дооснащены региональный сосудистый центр и республиканский онкодиспансер. Будут работать 9 передвижных мобильных комплексов для обслуживания отдаленных населенных пунктов. Затем последовал вопрос, который касался отсутствия площадки работы для национальных театров. На что Рашид Тимрезов сказал, проектные работы по реконструкции драм-театра начнутся уже в этом году. А в 2022-м приступят к реализации. Не мог не прозвучать вопрос и о недавнем происшествии в Домбае. О сходе лавины. О том, как глава региона оценивает происшествие. Следствие даст оценку, но мною дано поручение уже и профильному министерству, и мэрии города Карачаевска о синхронизации всех действий на случай возникновения такой опасности схода лавин, чтобы мы в этот момент могли четко понимать, когда нам закрывать канатные дороги, чтобы полностью не было ни одного человека на склоне. Ну и, конечно, взаимодействие сил спасения. Были вопросы и по дорожной инфраструктуре, в частности, о плачевном состоянии дорог в Хабецком районе. Здесь глава республики отметил, что ситуация будет меняться. По его поручению, реконструкция дороги Хабец-Черкесск началась три года назад. В этом году мы порядка километра сделали, хотя до этого мы первый этап реконструкции начали. В том числе мы берем и спуск, который был в ужасном состоянии. Сегодня это, кстати, самый аварийно опасный участок. Сегодня мы его привели в нормативное состояние. И с этого года, начиная по пять километров каждый год, я думаю, что с 2024 года мы эту реконструкцию завершили. Что же касается вопроса, касающегося переселения из ветхого аварийного жилья, глава региона отметил, что Карачаево-Черкесия станет первым регионом в России, где эта задача будет выполнена досрочно. Непростая ситуация сложилась в республике и с водоснабжением. Наршид Темрезов отметил, что более 45 тысяч жителей будут обеспечены чистой водой к 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода». Также мы начинаем проектирование по таким крупным населенным пунктам, как село Чапаевска, Алоп-Сыш, Дружба и Станица-Кордонис. Конечно же, основное то, что с 2019 года в нашей стране реализуется национальный проект «Чистая вода», федеральный проект, в котором мы активно участвуем. У нас три источника. И по нацпроекту, и по комплексному развитию сельских территорий, ну и, конечно же, наша региональная программа по улучшению системы водоснабжения Карачаево-Черкесской республики. Также в ходе встречи была затронута еще одна проблема – газификация в населенных пунктах и высокой стоимости тарифа подключения газа к подворью. Часто слышал эти обращения наших жителей. Они абсолютно несправедливы. И, вы знаете, мной было дано поручение нашему управлению по тарифам, которое провело работу, в том числе и проверку обоснованности всех этих цифр. После проведенной проверки Рашид Борисбевич объявил о снижении тарифов подключения для юридических лиц на 38%, а для физических – на 18%. На встрече были затронуты и темы благоустройства населенных пунктов. Работы в этом направлении будут продолжены и в Черкесске. А в Карачаевске завершится реконструкция стадиона «Саулух» и начнется строительство первого в Карачаево-Черкесии Ледового дворца на 250 мест. В 2021 году не останется ни одного населенного пункта, где не будет устойчивого скоростного интернета. Большая работа проведена и для ликвидации двухсменов обучения в школах республики. Общеобразовательные учреждения продолжают возводиться. Несмотря на сложный год, год пандемии коронавирусной инфекции, ни один инвестиционный проект не был приостановлен, отметил Рашид Тимрезов. Одни из таких крупных – это на площадке так называемого нашего мясокомбината. Очень серьезная компания, компания «Домоте». Объем инвестиций 2,7 миллиарда. К маю текущего года полностью завершают они реконструкцию этого перерабатывающего предприятия. «Русгидро» объем инвестиций порядка 15 миллиардов. Это строительство двух малых вес. Эта работа также ведется и не останавливается. В прошлом году заложили стоимость порядка 1,2 миллиарда рублей. Еще один крупный сад интенсивного типа в Прикубанском районе. И, конечно же, основная задача при осуществлении инвестпроектов – создание новых рабочих мест в республике. Затронули тему и о показателях в сельском хозяйстве. Здесь глава республики отметил, что год действительности для тружеников села был сложным. Это и пандемия коронавируса, и засуха, которая повлекла за собой повышение цен на корма и ряд других проблем. «Очень много внимания уделяем развитию сельских территорий. У нас мы везде строим подсеместные школы, детские сады, больницы. То есть та задача, которую мы сами ставили перед собой по оттоку населения с сельской местности, я считаю, что мы, в принципе, с ней справились. Я считаю, что мы село достаточно серьезно поддержали. Когда улучшится качество жизни населения, человек, конечно, уже не заходится никуда уезжать, и будет он заниматься сельским хозяйством». Продолжение темы – как же сегодня живет агрокомбинат «Южный». Совхоз «Комбинат Южный» как-то в последнее время исчез из повестки дня Карачаева-Черкесии. Что сейчас там происходит? Проезжая мимо, можно наблюдать, что след горит только в одной трети теплицы. «Плановой мощности где-то порядка 50 тысяч тонн – это одни из таких пиковых показателей у них были. Они в прошлом году 40 тысяч тонн произвели, в этом году 47 тысяч тонн. Поэтому он работает. Я это вижу и по штатной численности для меня, что очень важно, чтобы были сохранены рабочие места. Ну и точно знаю, что один блок уже к модернизации четвертого поколения этих теплиц, они уже приступили». «И еще один вопрос, пока у меня микрофон горит. Вы будете вакцинироваться публично?» «Я не знаю, у меня вроде бы есть какие-то там антитела, когда они есть, не знаю, откуда они у меня взялись. Может, я где-то там переболел в самом начале. Но какие-то небольшие есть. Пока мне специалисты точно не могут сказать, когда есть, можно вакцинироваться или нет. Поэтому пока вопрос. А так мы все к этому придем». Одной из интересных тем на пресс-конференции – выдвижение кандидатуры главы Карачаева-Черкесии на следующий срок полномочий. «По поводу принадлежения к своей кандидатуре на предстоящих выборах?» «Срок полномочий у меня заканчивается в сентябре. Мне на сентябре надо выполнять свою работу. Если мне еще раз оценка и президентам, и населениям будет положительной, то тогда и если президент Российской Федерации мою кандидатуру выберет, то, конечно, я буду работать дальше. Потому что целей и задач очень много. Колоссальное количество задач сегодня. Мы с вами все прекрасно видим, в каком мире мы живем. Новые вызовы. Конечно, очень много таких вопросов и интересных, которые хочется, чтобы они были реализованы на территории Карачаева-Черкесской республики». Альбина Ламкова, Светлана Казиева, Алиба Станова, Рашид Токов. Вести Карачаева-Черкесия.